Всем привет! На свежую голову мы решили посмотреть 50 интересных фактов о второй серии, точнее это первая серия. Типа первый был пилот, вторая. Ну вы все прекрасно знаете. Кого ты учишь, да? Действительно. Вот это ты нам говоришь это? Серьезно? Ты? Кто? В общем, адский босс. Посмотрим 50 фактов интересных про Murder Family. То есть как семейка убийц или убийственную семейку. Кто как перевел. Короче, поехали. Привет, Жабка Душит. Тогда именно вы не увидите 50 фактов по новой серии Адского Босса, которая вышла буквально несколько часов назад. Так что если ты... А уже сделаны факты, ты представляешь? Да, представляешь, как быстро. Сидел и все, выискивал фактики. Я не рад, что мы наконец-то дождались первую из 8 новых серий Адского Босса. А, вот 8? Это ожидание было длительным, но теперь-то мы точно знаем, что дальше нас ждет еще куча прекрасных эпизодов, а за ними так долгожданный первый сезон отеля Хасбин. И, чтобы скоротать время в перерывах между новых сери Адского Босса и ожидания отеля вполне... То есть, получается, сначала выйдет полностью весь Адский Босс, а только после этого будет отель Хасбин. Это не связано вообще? Ну, у них одинаковая... Одна вселенная, но персонажи-то разные. С самого начала серии нас встречают две птички Голубая Сойка и Красногрудая Малиновка, что несомненно является главным героем обычного шоу Мордыкаев и Мордыкаев. А я вообще это не заметил даже. А я заметила эту птичку, думаю, ой, Квенгри Бёрдс главный персонаж. Да, я забыла, как она называется. Я забыла, как она называется. Я в красную заметила. Очень старого образца, более похожая на школу 40-х-50-х годов. Когда школа имела всего одно здание, даже одну комнату, без других помещений, наподобие того же спортзала. Хотя сам... У меня даже прически похожи. ...в современное время, так как на столе у учительницы стоит компьютер. Из песни можно узнать, что день рождения мужа учительницы в январе, а из ее записи на доске оно 8 января. Из интересного, дети все-таки увидели, как мужа училки изменяет ей с другой, так как она не нажала на кнопку отмена звонка. Ну, это мы поняли, да. ...в данном знаке розовой машины, что стоит во дворе, написано... ...пятнадцать? ...пенис. ...из странного вокруг школы расповал... А-а-а, ну да. ...радиусом в 90 километров, что меня очень сильно удивляет. Рядом, по факту, никого нет. Дома учительницы находится в менее чем километре от школы, так как она добралась до него меньше, чем за 30 секунд. Блиц до сих пор хранит билеты из цирка, в котором он раньше работал. Что сказать? Он сентиментален, что также доказывает еще и плакации, что в левом верхнем углу, напоминая... ...каждый кадр его смотрит. ...ситуации со столосом у Блица есть отдельная тревожная кнопка для обгаженных штанишек и... А, вот, описано, больше кофе, обгаженные штаны, потом корни, типа, психованные клиенты, я так поняла. Эээ, чё там дальше? Призрак? Какие-то разные клиенты. А, возбужденные клиенты. ...в курсе проделок Сиропендиуса, так как у них есть схематичный рисунок с изображением этой змеюки. Офис компании АМП расположен в заброшенном здании. Именно поэтому в столь огромном помещении, кроме них, никто не живет. Название принтера HAL 9000 отсылает наш к вымышленному компьютеру из космической Одиссеи, что убил всех членов экипажа в одноименном фильме. Наконец... Слушай, жаль, ты все заметишь, да? ...продукт, что украл Блицу с Толоса. Для ее написания, по крайней мере, использовалось руническое письмо. Как оказалось, книга для перемещения на Землю была дарована Столосом всего на один заказ. Ну, дальше, да. Разврата в детку, что почти грохнула, наша демоническая училка зовут Марта, что можно узнать благодаря огромному чеку, выписанному ей. Марта, да, 2 миллиона. А вот ее мужик вывлекается морской рыбалкой. Так как у них в спальне висит снимок... Ого, рыбка какая, глянь. Кажется, они убийством увлекаются. Это можно заметить, потому что... Да, висит со всеми подряд. ...чуть ли не новый мужик. Да, разные мужики все время. Сортильник, сделанный из человеческого паза. И это мы тоже заметили. Им это нравится. По крайней мере, по самым скромным подсчетам, эта семейка грохнула 6 человек. Но это тот минимум, который нам показали. Они точно одержимы, в этом нет сомнений, так как их горящие кровью глаза выдают это с потрохами. А еще они также способны спокойно находиться рядом с церковью и священнослужителями. Впрочем, как... Ну, правильно, они же обычные люди, они какие-то не адские создания, просто они маньяки. Типа, маньяк не может находиться с церковью рядом. В нем нет этих бесов, демонов. Они сами по себе просто... Они заедим, вот это вот все. Там все и демоны. Да. ...сама команда наемных убийц, так как никакого влияния, что на Блиц и его компашку, что Марту, никак не... Ну, вообще, церковь никак не влияет, ни на кого. А еще эта семейка явно каннибала, так как за обычным столом у них котлетки и свиная голова, а в комнате для особых застов... Да, там был человек, я видела. Да, жесть. Судя по всему, обычный огонь совсем не берет демонов, ну никак. Возможно, с этим лучше справляется адский огонь, который способен вызвать панику, из-за которой Блиц и его команда даже покинули свой офис. Одной из возможностей развоплотить демона на земле является огнестрел. Как мы убедились, выстрел из ружья способен нанести огромную вечи демону в нашем мире. Пульт, что берет Мокси в моменте, когда наставляет отца и детишек, напоминает тот, что был использован в фильме с Адамом Сэндлером. Ну куда, круглики такой, да, да, клик с пультом по жизни. Первенство по количеству коэтусов, показанных на минуту времени. Среди всех проектов Вивз, их тут целых три. В отличие от отеля Хасби, нацкий босс создается в сотрудничестве со студией звукозаписей САГ, что позволяет большему количеству актеров сниматься в короткометражке. Из-за этого, по крайней мере, как я понял, голос Толоса и Миле отличаются от тех, что были показаны в пилотной серии. По слухам, голос Толоса поменялся из-за того, что актера-звучки Брока Бейкера обвинили в сексуальных домогательствах. Первый эпизод от... Как забавно, когда твой персонаж на экране очень похож на тебя настоящего, да? А поэтому он такого выбрал, знаешь. Они подошли по голосу, да? Плосс уделывает по жестокости, что свой пилот, что пилот отеля Хасбин. Вот это действительно мультик 18+. Слушай, а может нам поэтому эта серия больше всего понравилась? Потому что она была самая такая трешовая, самая такая жестокая. Да не самая трешовая, наверное. А мне кажется, что там был такой... В Толлимпаде тоже много чего было такого. Да, а мне кажется, потому что там был какой-то такой прям конкретный сюжет. Прям на одну серию такой с завязкой-развязкой. Прям сюжет очень хорошо показан. Вот за маленькой промежуткой времени очень хорошо раскрыто. Все раскрыто, да. Как уже многие поняли, Мокси является самым добрым и чувствительным демоном среди всех из команды наемных убийц. Нам писали, что он демон, типа он не попал туда, он там был. Он, типа, демон. Родился в аду. А, как Чарли. Чарли тоже родилась в аду. Нет тела, нет дела. Таким лучше не звонить. Классные копы. А Кисутова, как я понял, является самой лучшей и способна пробиться даже с того света. Спасибо Столосу за этот факт. Это вам не мегафон. Скорее всего, ему нужна книга раз в месяц, так как это связано с циклом Луны и гороскопом, так как именно такие символы окружают его роскошную ванную во время этого разговора. Столос чертовски силеный способен наблюдать за выбранным демоном даже через толщу земли. Зада. Кстати, за весь эпизод мы с вами таки не узнали имя училки, что попала в ад и наняла команду Блица. А еще ее муж и муж, что гнался за Мокси, это два разных человека. Это можно понять по разным силуэтам на их фотографиях. Скорее всего, его тоже грохнули. И именно голова блондинчика висела в гостиной семьи каннибалов. Девчонка, что пробила крышу, судя по всему, осталась жива. Так как по следующим ее можно увидеть живой и здоровой все в той же школе. А ее было видно, между прочим, он не заметил, там был кадр, мы с тобой заметили, когда они побежали к камере смотреть, как там они убивают, она тоже там была смотрела за камерой, то есть она сразу была живая. Но Марта завлекает своей красотой мужиков к себе в дом, чтобы с ними переспать. А позже уже с ними разделывается остальное семейство. У Блица в обширных запасах есть собственная фигура. А папка, получается, кук? Да, куколдик, папка, ну да, потому что можно просто их убить. Но может он фанат дружбы, это чудо. У него минимум два телефона, первый желтого цвета, когда ему звонит Столос, а второй красный, который он достает в конце первой серии. Желтый, кстати, так и остался лежать в лесу, и по нему все так же продолжал говорить Столос, не заметивший, что его уже давно никто не слышал. Там были очень интересные слова. Первая серия Адского босса была полностью посвящена раскрытию персонажа Мокси, и если каждый последующий эпизод будет раскрывать всю оставшуюся команду наемных убийц так же круто, то это будет абсолютная победа. Спасибо большое за просмотр. А скибос, получается, босс, ты команда убийца? Ну вот этот вот, да, который с рогами, который цирковой. Короче, я прям удивлена, как можно было за вот... Вышла серия буквально несколько часов, и человек за несколько часов, получается, миллион пятьсот раз его перегнал, посмотрел. Такой чувство, как будто он смотрел. Каждый кадр. То ли он раньше посмотрел. Какие-то материалы. То ли какие-то материалы, или на комиксы какие-нибудь. Он смотрел, ну, наверное, на английском смотрел. А, наверное, на английском посмотрел. На русском уже позже вышла озвучка. Может, он успел что-то подготовить, да. А вот мне интересно, вот когда, в какой промежуток выходит английская и русская? А они прям сразу практически. Насколько быстро? За буквально несколько часов. Там же много актеров. Да, они буквально сразу... Всем собраться, записать. Вот, за полдня они буквально делают озвучку так быстро. А сериалы... Реально за полдня? Ну да, да, да. А, серия вышла где-то через полдня. А, ты посмотри, куда выходила «Игра престолов» или вот эти сериалы. Там же тоже на следующий день был уже перевод. Представляешь, как это быстро? Ну, там такая студия, которая конкретно этим занимается. Ну, тут вот тоже студия получается. Ты же не знаешь, какие они, кроме этого, еще проекты ведут. А, ну да. На ютубе. Ну да, ну да. Просто они вот на ютуб выкладывают люди. О, блин. Я не знаю. Столько всего. Мне кажется, реально, это было бы очень логично, если бы каждая серия Ацкого... Я, кстати, вот не знала, что у вас в Камбосе будет 8 серий, что после этого будет отель только Хазбин идти. В принципе, я даже довольна, что Ацкий Босс выходит первым, потому что мне пока этот сериал больше нравится, чем отель Хазбин. Сейчас меня закидает какашками. А может Хазбин выйдет уже, знаешь, как-то по-новому. Ну да. Заиграет. Ну да. Просто как-то я помню первая серия была, в ней так было все очень сумбурно, в Ацком Боссе тоже было как-то немного скаша, а вот вы прямо... Ну, это было потому, что пилот. А первая серия прям уже... Вот там уже все четко. То есть мы уже знали персонажа, в принципе, внешне, мы уже понимали, что к чему там, что за мир и за вселенная. Было максимально комфортно смотреть. Плюс да, реально поменяли немножко цветовую гамму рисовки, как ты правильно заметил, и она стала более такая, менее такая красная по глазам фигачащая. Да, да, да. Приятно. Да, максимально понравилось. И вот очень было бы круто, если бы каждая серия реально раскрывала персонажа, потому что, мне кажется, вот Луни очень интересный персонаж, которая девочка-волк. Надо их хорошо сначала раскрыть, чтобы, знаешь, когда их в конце убивают, чтобы уже было жалко. Блин, ты сразу в убийстве думаешь. Ну да. Здесь было убийство. Нет, но это очень важно, да, если делать какую-то драму потом, потому что тебе не жалко персонажа, который просто какой-то мимо пробегал картонный, ты про него ничего не знаешь. А когда там тема с ним развивается, все такое, ты думаешь, ну блин, класс, он такой хороший, мне он так нравится, и как игра престолов, да? Ну, типа, так бывает. Пока, Нед Старк, и все такое. Короче, спасибо большое, жабки душат, за такие всякие интересные факты. Некоторые даже мы в этот раз сами заметили. Я заметила, я заметила много тоже каких-то вещей. Я думаю, что вы тоже заметили, потому что, ну, было очень много пасхалок, мне кажется, в этой серии. Если вам понравилось, то... Оставайтесь с нами и продолжаем следить за жабкой, и за Телем Хасбен, и за Адским Боссом, за всем пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.